Всем привет! Вы находитесь на канале FastGuerTV. Мы с вами продолжаем Sherlock Holmes Chapter 1. И нам с вами нужно, внимание, поймать слона. Где там это? Розыск слона. Стоило мне сказать о том, что что-то мы оставили какую-то одну большую проблему на свое усмотрение. И тут вот появилось задание понять, что в общем-то со слоном. Возможно, как-то выяснить, было ли какое-то воздействие ядами на него. Или это действительно он просто шел с ума и убил Гилдена. В чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Собираем все необходимые детали. Миссис Нинни работает на перекрестке Найтс Роуд и Тринити Уэй в Скаладе. Но мы сейчас пока еще не все собрали. Знаете, что я заметил? Здесь есть два разных аргумента. Короче, иногда написано, что все улики найдены. Это значит, что все, в этом месте мы закончили за расследование на 100%. А иногда пишут, что ключевые улики найдены. Это означает, что тут есть что-то еще? Или как это понять? На самом деле не очень понятно. Можем поговорить, кстати, с Полом. А ну-ка давай поговорим с Полом. Про-про-про-про вход на раскопки. Так, у нас просто появились предметы, блокнот. Просто это типа необязательный разговор, возможно, но тем не менее. Ты про свифты не знаешь? Не знают. Смотр развалин дротики Артура. Просто на всякий случай, что-то не имеет значения. Ну, вряд ли. О-о-о-о. А вот, а теперь все улики. Но это не имело прям какого-то глобального значения. Вот эта система с уликами тоже такая. Некоторые очевидно, что как-то связаны и появятся вопросы у Шерлока, а некоторые я бы даже и не подумал. То есть я же никак формулировку-то не делаю, не думаю даже об этом. А тут оказывается, что оно вот такое. Но за это нет никакого наказания, то есть ты можешь даже особо и не думать, просто прожимать все улики, и это типа тоже сработает. Интересно, что в саду не все как будто бы завершено. Что типа тут тоже что-то есть. Может ты что-то скажешь? Почему он все еще здесь лежит? Тело заберите, сколько дней уже прошло. И наверное дочь сейчас тоже сможет ответить на какие-то вопросы. Которые не обязательны, но... Кстати, нет, но мы просто еще феромоны не забрали. Ой, феромоны. Духи. Вот эти вот. Стоп. Еще что-то? Опять? Мы об этом уже обсуждали. Ну. Да, это я знаю. Так, духи у него стоят... Ой, я забыл, где у него духи стоят. На столе? Блин. Где были духи-то? На столе? Черт. Может я их уже взял? Ну, возможно я их просто уже взял, потому что они же были у него в кабинете. Так, резкий запах, что привлечься воно. Я забрал ткань. А, ну да, подожди. Мы все правильно. Я же сделал химанализ. Значит, получается он сразу забрал духи. Я просто подумал, что нам надо за всеми тремя предметами вернуться. Ну, типа... Все остальные инструменты он не брал. Так, перекресток Найтс Роуд Тринити Вэй. Так, в Скаладео Найтс Роуд Тринити Вэй. Тринити Вэй у нас где-то здесь была. Или я забыл... Подожди. Я опять забыл, где находится Тринити Вэй. Ну, как будто я запоминал. Тринити Вэй, Тринити Вэй. И Найтс Роуд. А что мы там делали? Я если бы вспомнил... Скаладео. Найтс Роуд Тринити Вэй. Найтс Роуд Тринити Вэй. Найтс Роуд Тринити Вэй. Тринити Вэй. Тринити Вэй. Найтс Роуд. Вот здесь вот она. И так, кнопка. Она сможет смастерить... А кто это? Миссис Нини? Не помню такую. Миссис Нини отель... А, отелье! Ее миссис Нини зовут. Миссис Нини. Я не понимаю. Мальчик, девочка, животное? И что цвета? В животное? Эм... Пассионное, может быть... Аморозное животное. Ах, господи. Вы говорите о читателях. Я была старая девушка, которая видела это все. Скажи мне, что вы нужны. Я нужна для жизни. Я думаю, что Миссис Нине обрадовала себя с этим. Это тейл? Это тейл, Джон, но я должен согласиться с вами, что это ее мастер-тейс. Я думал, мы с ней больше не встретимся, но да, она же у нас шьет. Окей. Так, мы возвращаемся в лес, получается. Теперь у меня есть незамечательная кукла в виде слонихи, и надо наполнить ее газом из баллона, который стоит в сарае во дворе гилденов. А-а-а... Вот оно че. Вот зачем там еще сарай стоит. И почему все улики там не найдены, якобы. Ну, в смысле, ключевые найдены. Все не найдены. У меня теперь бзик будет такой. Мне нужны все улики. Я хочу знать 100% материалов дела. Общие. И я думаю... О! Редактор субтитров. Я думаю, что это сделает мне мальчишка. Она немного брызгая, я должен сказать. Голиат спешит за одну девушку в его городе. Это должно быть достаточно для его вкус. Вы должны вернуться к мне. Мы готовы? Я не могу поднимать внимание. Мы готовы. Давайте назовем его. Подчинение, похоти, нетерпение. Заигрывание, давай. Как бы кто-то разрушил? Я не знаю, что это было. Я знаю, что-то что-то мне. Я не знаю, что я не лопат. Субтитры сделал DimaTorzok 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 можно поговорить об этом с полом потому что в дротике стряхнин может быть он она что-нибудь расскажет сейчас я спрошу сначала у имиджин а тихо просто мне кажется что это вот вы правы насчет голиафа пол она могла быть на месте преступления это вообще не но ни разу не никак не откладывается тем более выпал нож так сейчас надо прям очень уточнить этот момент обязательно но это не артур то есть я был уверен что это артур но сейчас я думаю что может быть это и правда просто голиаф сам напал на теодора но типа а зачем как какой мотив у пола защищать чувака который ей угрожал от слона просто чисто по-человечески а что-то тогда там делала такие знаешь неуверенные вопросы спик хвик спик хвик а скажем в смысле с кем поговорить когда слона метнули дротик до или после гибели теодора и важно да естественно это важно почему не могу спик хвик спроси мы знаем про стряхнин артура что ли спросить надо ничего не понимаю очень важно сейчас уточнить этот вопрос очень важно но дочь говорит со мной не хочет полу не хочет тут все улики найдены да и в общем-то меня тут за час не пустят надо переодеваться опять много вопросов нет ответов а с кем говорить с кем-то на территории там больше никого нет нам нужно найти человека или то что мне поможет понять этот дротик просто мелкое уточнение но с кем говорить галяв расскажи мне на как-нибудь на слоновьем не знаю блин я не хочу делать на рандом просто понимаешь ну не хочется так неинтересно отпустить артура и казнить галява конечно так но это не артур артура мог быть пол мог быть и тогда у нас взрывается вот это убить стадора гилдона пол пиркс разозлил галява чтобы бить тадор гилдона он выстрел слона отравленным дротиком напуганный взбешенный слон напал на мистер гилдона после гибели теодора никто не помешал бы полу ухаживать за и моджин арестовать оправдать галява полуперкс эгоиста мозга костей ему нет дела до чужой жизни он построил карьеру на лжи натравил слона на собственного хозяина если пол окажется за решеткой кордона станет только лучшим либо можно сказать что полуперкс регулярно подвергался нападкам теодора гилдона испугавшись что тот положит конец его карьере он спровоцировал галява на убийство публичное обвиню слона но буду настаивать на том чтобы пол покинул кордона но мы убийство не поощряем опять же но при этом я не могу так просто сделать поэтому я наверное попробую с это я могу поговорить только о том что якобы ты была права и обвинить галява на сто процентов этого мы делать не будем я предлагаю попробовать пойти поговорить с артуром просто как вариант все таки потому что с кем-то можно поговорить на эту тему но пол не отвечает говорит давай быстрее и иди в жопу и спорим меня не пустят на раскопки в этом костюме даже несмотря на то что они и так знают что шерлок холмса занимаюсь расследованием я даже не сомневался я иначе просто ну не понимаю с кем говорить стопной можно же задать вопрос ну ты как он как он мне ответит обвинить его можно потрясающе если я уберу вывод может если вывод уберут с кем поговорить то господи это же поговорить поговорить с нужным человеком с кем шкура галява торчал дротик в нем остались следы неизвестного вещества внутри дротика был стряхнин такого количества я достаточно чтобы бить человека скорее всего я от вызова у слона приступ ярости и прилив сил вот то насколько эта игра вообще ничего не объясняет я прям меня это раздражает термоядерную вторая попытка поговорить с дочерью с другой стороны был уверен что но что ты блин вот почему я не могу с ней это поговорить он ничего с ним с ней женщина же ничего не отвечает просто ничего комментариев ноль может быть давай еще раз попробуем сейчас я не знаю что в тот раз и даже обвинить не не был в состоянии но сейчас я просто все поражал варианты сейчас наверное смогу просто обвинить это так глупо вот настолько вот это такой идиотизм что я просто не могу взять подойти и задать в лоб вопрос там был стряхнин то есть есть инфа о том что дротик был выпущен и это сделал пол скажи ему я знаю что ты выпустил дротик может он расскажет что-нибудь если он как-то уйдет от вопроса значит он убил его если он от вопроса не уйдет скажет правду значит ну типа видимо можно сказать что да видимо слон разозлился просто сука ну ответь мне на вопрос короче я не знаю с кем говорить вопрос должен быть задан полу сохранение у нас имеется на всякий случай еще раз я обвиняю пола потому что мне не дают нахер проверить эту теорию с кем говорить я не понимаю нет у меня больше людей дочь не отвечает артур как он вообще к этому относятся пол можно только обвинить обвиняю пола мать мать Я думал, что вы были благословен Голиат. Нет, я думаю, что ты убил Голиат. Голиат, unfortunately, вы не убили. Я лучше убил Голиат. Верно мне. Вы видите, я успел убить его. Голиат had a dart в его хранице, похожее на то, что вы использовали родители. Я думаю, что вы использовали Голиат. Поставка на мусе или му, но для этого не хватает. Стриптене, как стриптенен и сон. Враги было в него в хранице, Голиат стал сильно гитит, и увидел его голову и умилил. А мой dart mantleовала? Я бы использовать свои руки. Но после этого прибыли, вашего диета не позволил обсутствовать для конфликтов. Вам использовали то, что вы использовали. там был стряхнин там был стряхнин скажи сука сценаристы господи да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну понятно, ну типа я говорю Просто дайте мне уточнить один Грёбанный момент И главное ведь есть, что вот поговорить надо С человеком, только с каким Если все подозреваемые И все с кем я могу говорить по делу Не отвечают мне на этот вопрос И не дают задать вот эту улику Ну тогда я сделал вывод, что Голиаф Типа сделал это сам И Пол просто пытался выстрелить дротиком, чтобы Ну, его как бы угомонить Просто сделал наоборот Только у меня появляется вопрос, что он там делал В этом месте Почему он был свидетелем-то в итоге Как он здесь оказался? Ну, хрен с ним Хорошо Просто Ну, мне Мне не вскладывается это в голове Никак Этот вопрос надо кому-то задать Почему оно не работает, я не знаю Только Голиаф будет жить Потому что это дикое животное Животные лучше людей, если что Ну, я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куда иду-то? А, нет. Переборщил. Я потом попробую еще другие потыкать варианты в этом сохранении, но я говорю, я убежден, что типа это либо пол, либо этот. Другая информация. Сейчас, может быть, можно в архиве глянуть. Я принял решение. Когда в слона метнули дротик? До или после гибели Теодора? И важно ли это? Ну, типа, это очень странно. Дротики Пола. Пол утверждает, что окунает их в стряхнин, убивает ими грызунов. Дротики Артура нужны, чтобы избавляться от грызунов на раскопках. Типа, ну вот, стряхнин, стряхнин, связан с полом все это. То есть это не Артур. Это полностью вычеркивает Артура из уравнения. Как бы ни странно это не звучало, потому что я был уверен, что это он. Но вот дротики меня переубедили. Просто вот, да, как бы, концовки дела, они вот так построены, что ты, ну, какого-то конкретного завершения не получаешь. Тебе не дают никакого подтверждения твоими словам, ну, кроме вот обучения, да, где чувак сказал, да, это я. Так, а что именно нам здесь открыли? Какую дверь? Какая-то была вроде дверь на втором этаже, если я не ошибаюсь. Однако... Может, надо отметить? Вот. Прикрепляем улику. Так. Зеркало и двойная дверь. Зеркало и двойная дверь. Так, ну это наша комната. Вот зеркало, а вот двое... Ну, она не... А, она не двойная, она просто на картинке такая большая. Вот это получается. Зеркало и двойная дверь. Кто ты, блин, такой? Ой. Ну, что-то за ней кроется. Убежали вниз. Так. Зеркало и двойная дверь. Я решила собрать какие-то археологические инструменты, чтобы взглянуть более глубокий на дверь. Но тогда мы слышали что-то, не мы? Да. Зеркало и двойная дверь. Зеркало и двойная дверь. Зеркало и двойная дверь. И твоя мама стояла на двери. Правда, Джон. Я спрашиваю, что это была она. Давайте концентрироваться. Мне кажется, у нас есть главный злодей, которого надо бы еще найти. Что-то еще есть. Все, что-то еще здесь. Возвращаясь, Майкрофт никогда не чувствовал нуждаясь в том, чтобы все это все было. Или не мог бы себе привести. Нет. Он бы сгустил его за ним и и уйдался. Мой брат не был один для сентимизации. Некроволка из Таймес, посвященный Сигеру Холмсу, Лондон 21 августа 1865 года. Скончался мистер Сигер Морланд Холмс, знаменитый историк-археолог и эксперт по оценке предметов старины. В субботу во время оперы в театре Ковенгарден с мистером Холмсом случился сердечный приступ. Несмотря на усилия врача, привести его в чувство не удалось, и он скончался вчера в 6 часов 20 минут. Покойному был всего 41 год. Внезапная кончина мистера Холмса потрясла его многочисленных знакомых. У него осталась жена Вайлетт и двое сыновей. Майкрофт 16 лет и Шерлок 6 лет. Прощание с мистером Холмсом состоится в среду на Хайгетском кладбище. За упокойную службу проведет преподобный Стэнли. Результаты осмотры. Опа! В прошедшие две недели я каждый день просил миссис Холмс нарисовать пейзаж. Первые несколько пейзажей были аккуратными и точными, но каждый последующий рисунок имел все меньше общего с реальностью. Похоже, недуг быстро прогрессирует и влияет на зрение пациентки. Возможно, придется провести трепанацию. Харен пойми, помогал он ей в итоге или что он с ней делал? Эта комната всегда рассчитывается с медицинским стэнчом. И здесь есть причина. Потому что у нее болезнь прогрессирует. Прогрессировала. И тут вообще все плохо, видимо. Да. Зашибись, он ее связывал. Что это? А на сколько оно адекватно действует на организм? Успокоительное. Письмо Сигеру от Вайлет. Мой милый Сигер, увы, я так и не получил от тебя весточки. Надо думать, мои письма никак не нагонят тебя в путешествии по материку. Надеюсь, ты здоров и скоро вернешься домой. Прости мое нетерпение, но жизнь без твоего нежного голоса и добрых глаз вовсе не жизнь. Да и мальчикам нужен отец. Я вижу, как они скучают, хотя ты знаешь, что Майкрофт старается не показывать чувств. Если предыдущие мои письма вдруг затерялись, знай, что мы переехали на кордону. Я очень тебя жду. Субобью Вайлет, февраль 1869 года. Вы думаете, что доктор could use эти инструменты здесь? Химанализ. Заметки о состоянии пациентки. Так, 19 мая. В ходе предварительной беседы выяснилось, что пациентка страдает от бессонницы и приступов тревожности, а также путает некоторые события прошлого. Назначил сильнодействующее успокоительное раз в сутки. Буду следить за развитием симптомов. 3 августа. Успокоительное позволило свести приступы тревожности к минимуму, однако вызвало ступер, апатию и продолжительную хандру. Кроме того, миссис Холмс стала сильнее путаться в воспоминаниях и начала писать письма покойному мужу, считая его живым. Прописала еще шесть препаратов для восстановления психического равновесия, а также водолечения раз в неделю. 27 ноября. Результаты приема препаратов весьма посредственные. Состояние растерянности усилились, теперь пациентка находится в постоянном заблуждении, любые возражения провоцируют агрессию. После нескольких попыток пациентке навредить себе самой или близким, я велел поставить на окна решетки, а по ночам привязывать миссис Холмс к кровати. Увеличил дозы всех препаратов, а также прописал дополнительные сеансы гипноза и слабые галлюциногены. Если это его личные заметки, то почему они остались здесь? Может тогда он с ней нормально пытался обращаться? Ну, если все, что здесь написано, правда? Просто как там... Не знаю. Давнее противостояние. Давай, как это сделать? Сейчас я цветок посмотрю. Во. Защитить короля Саваном, отступить и спасти короля. Так, подожди. За один ход... Джон заявил, что я не смогу поставить ему шахмат за один ход. Он ходит черными, я хожу белым. Так, у нас король находится в опасности. Если я поставлю слона... За один ход, так у меня всего два варианта. Если я поставлю слона... Я больше ничего не могу сделать? Он ходит черными. Это слон такой? А, ага, так, так. За один ход. Ну, смотри, если я защищаю короля слоном... То есть, идея, да, туда встать... Ну, я не знаю, можно мышку показать как-нибудь? Ну, типа фигура по диагонали. То тогда мата не будет. Он может просто своим слоном съесть моего слона, но не будет мата. И он тогда... Ну, он не поставит мне шахмат, но, короче, все будет, ну, снова. А если отступить, защитить короля слоном? А если я отступлю и спасу короля, то тогда король не будет в опасности. Но он все еще будет в опасности, а при чем тут один ход? Я просто пытаюсь понять принцип. А, подожди. Так все правильно. Нет. Да, защитить короля слоном. У нас же есть еще на другой стороне фигуры. Я ее только сейчас заметил. Она, получается, перекрывает короля, а пешка стоит так, что король сдвинуться не сможет. То есть, ему в любом случае надо двигать короля. Все, защитить короля слоном. Чего я так долго думал? Я не видел левую часть доски. Я просто смотрю и не вижу. Типа, типа, что? Смотрю на вот эти вот четыре фигуры. Пять. А там еще же стоит. Моя мама любила цветы. Они сделали улыбку. Я помню, что мы привезли новый букет каждый день, чтобы сделать ее немного счастливее. Это почему мы собрали все цветы, которые мы могли найти на острове. Так. Тут мы все читали, а, соответственно, меня интересует, что ты ей давал. Что это за остаток? Так. Блин, они знают, что делают так, как будто бы... Как будто бы это сложно, но на самом деле... У нас есть три. Что делает вот эта штука? Значит, это соединяет... Так. Это сделать реагент отрицательным или положительным. А, ну так... Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Соответственно, оно становится отрицательным. И три минус четыре. Судя по результатам анализа, это полученный из грибов галлюциноген. Сука, ты давал... А, ну он говорил, что он давал ей галлюциноген. Писал об этом. Ну просто лечить галлюциногеном проблемы с сознанием... Это такое себе. Хотя, конечно, так вроде как и делали. Не знаю. Что еще здесь есть? Каждая комната напоминает мне о тех днях. Чего я не вижу в этой комнате? Ну про это он тоже писал. Что типа она стала опасна там буквально даже для самой себя. Не стою ноги. Мамина спальня напомнила мне об одном беспокойном утре. Маме. Мама была обогнаем в салоне. Что-то мы вошли, утром. Доктор Риктер пытался бы заменять ее. Маме. Убранные шарты промыли. Майкрафт уничтожил его на тюрьме, потому что он был виноват полностью. И утром. Да, если мы могли повернуть его. Ничего себе ну скорее всего это ее как это было агрессия все упала это что не очень понимаю скорее всего все упало суть по посуде мамина спальня напомнила мне был беспокойном утре мама тогда что-то сильно стреложила доктор рихта пытался ее успокоить майкру то пришлось приодеться его костюм был весь в пятнах от еды ему нам пришлось поставить поднос матушкиным утренним чаем просто получается что здесь она на него нападает но тут ее в принципе да что-то тревожит просто почему тогда тут упало все кто-то пытался ее успокоить у майкрофта потому что в него что-то прилетело наверное это было вот так с другой стороны ну просто что здесь он пытается и успокоить на другой картинке просто на него нападает он как бы защищается но тоже пытается защитить не знаю но просто если от еды то у скорее вот так сейчас скорее все будет неправильно и но и винт рай серый концентрой значит по центру другое вы не могли там так спокойно сидеть или вам пришлось это поставить чтобы типа все тут не разлетелось вот так утром 9 апреля выдалось тяжелого мама что-то встревожила и это кончилось с истерическим припадком она шевыряла еду кричала на врача и называла его лжецом мы с джоном хотели принести ей чай но я испугался криков единственное что пришло мне в голову спрятаться у кровати подождать пока все утихнет к счастью джон был рядом успокоил у меня мая мама что-то не просто не больно но больно я должен иметь благословение я извиняюсь это объясняет почему ты украли память Можешь больше, Джон. Это был день ее смерти. Мне нужно знать, что случилось. Джон! Каждый раз ты... Я просто не... Пожалуйста, Шерри, оставь это. Просто вздох, Джон. Знаешь, что я не могу оставить последнюю петлю, мы так близко. Я... Я знаю. Но можем ли мы оставить это за другой день? Если это произошло тем днем, то Джон просто исчезнет. Нам надо продолжать, Джон. Он не может ждать. Давайте найдем еще одну дверь и наконец узнать правду. Это непонятно, Шерри. Сегодня у вас нет контроля о возвращении этих памятников. Это все привлекло от вашего работа на Кордоне. Вы должны accept, что это нужно ждать. Ты все хорошо? В конце немного изменилось. Моя мама все равно не умерла, но не с туберкульозом. Но, что я не понимаю, это почему моя кровь об этом спрашивала. Есть дешевые куски этого пузела, Джон. Пожалуйста, здесь не дадут. Верно. 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 Вы слышали? Да. Металлические души. Что этот сейлер делает здесь? Такая вот интересная ситуация получается. Так, что у нас по... Кто-то стучит. Что у нас по чертогам? Мой воображаемый друг Джон. С самого детства, сколько я себя помню, он никак не смирится с тем, что его вижу только я. Моя мать была душевно больной. Она его передала эту хрень? Хрупкая душевная организация. Возможно, мамины проблемы с психикой передались мне по наследству и теперь влияют на мой разум. Мне принесли чай. Утром незадолго до смерти матушки мы с Джоном принесли ей чай. Вряд ли это связано. Надо было проверить. Что ж, история продолжает раскрываться. Я так думаю, что когда двери просто в особняке закончатся, тогда и основная история тоже. Возможно, моряк нам подкинет еще одно дело. Я думаю, какое-то точно должно быть. А мы на этом пока что закончим. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока.